Ребятки, я вас всех приветствую. Мы продолжаем разбирать турнир UFC Fight Night, который состоится 14 мая. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, который носит статус главного события этого вечера. Бывший чемпион UFC Ян Блахович встретится против молодого набирающего обороты проспекта Александра Ракича. В общем, как всегда, по классике. Поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры и, конечно же, в конце выпуска подыщем вариант для ставок. Да, кстати, ребят, что касается ставочек, то ссылку на свой телеграм-канал я оставлю в описании под этим выпуском. Обязательно туда переходите, подписывайтесь, так как в своем телеграм-канале я выкладываю скриншоты со ставочками. Поэтому, чтобы это все не пропускать, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании под этим выпуском и в закрепленном комментарии. Ну а мы начинаем разбор, погнали! Давайте начнем этот разбор с бывшего чемпиона UFC. Это Ян Блахович, боец, который в качестве профспортсмена дебютировал в 2007 году. Большую часть, практически всю свою часть профессиональной карьеры до UFC выступал в организации CSW, где показывал просто бешеные результаты. Ну и, соответственно, привлек внимание сильнейшего промоушена мира UFC, куда в дальнейшем и был подписан. В общем-то, в UFC поначалу у Блаховича дела складывались не лучшим образом. Там из пяти боев, проведенных в какой-то момент, имеется в виду, четыре, было поражение у Блаховича. И казалось бы, что вот-вот, либо надо завязывать с профессиональной карьерой, либо искать еще какие-то варианты. Но Блахович смог собраться, выйти на хороший победный стриг, да, и стать чемпионом организации UFC. В общем-то, если мы пробежимся по тем бойцам, кому проигрывал Блахович, то это был Джимми Манува, от него было поражение. Также Александр Густавсон раскатал Блаховича. В общем, из тех спортсменов, которых он выигрывал, был Никита Крылов, также был поединок против Роналды Соуза, раздельным решением судей. Хотя разделку я там вообще не увидел, но турнир проходил в Бразилии, по-моему, если не ошибаюсь. Да, ну, соответственно, мы все должны прекрасно понимать и вспомнить, как бразильцы относятся, как бразильский корпус, да. Так как вообще в Бразилии судят поединки, это что-то с чем-то, поэтому здесь ничего удивительного нет. И я считаю, что Блахович вообще без каких-либо вопросов Соузу раскатал. В общем, потихонечку ему начали повышать оппозицию, встретился он против Рейса, которого победил, да. Был у него, кстати, поединок против Кори Андерсона, которому он проиграл, причем жестко, там, досрочно нокаутом, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, крайний свой поединок, точнее, предкрайний бой провел, значит, против бойца, который решил попробовать свои силы, да, имеется в виду в новой для себя весовой категории, это Израиль Адесани, выиграл его, тогда шел андердогом за трешку. Ну, там борьба зарешала, конечно, борьба, мощь, физика, конечно, Блахович там сделала свое дело, ну, и, соответственно, он удержал победу. Крайний свой поединок непосредственно, да, провел против Гловера Тейшера, это была защита чемпионского пояса, ну, и, соответственно, тот бой он слил в одну калитку. В общем, переходим мы к бойцовским качествам Блаховича, здесь стоит подчеркнуть, что это также разносторонний, в принципе, сбалансированный спортсмен, у него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но его черный пояс по, скажем так, по виду, по соотношению с Говером Тейшера, это такое ощущение, как будто, ну, чувак вышел просто с белым поясом, то есть ничего не смог сделать в борьбе, и Тейшера удосрочил его, в принципе, Блахович может побороться, у него довольно-таки неплохая защита от тейкдаунов, от неплохих борцов, точнее, не от плохих, а от среднего уровня борцов, вот, может побороться, у самого защита, в принципе, неплохая, да, но в основном старается, конечно же, работать в стойке, но, опять же, если в стойке опасность есть, то старается конкретно переводить оппонента в стойке, в принципе, это неплохой спортсмен, да, потому что старается работать комбинационно, в принципе, хороший бокс на руках, да, чувствует он, так, прилично чувствует дистанцию, может потрясти своего соперника, есть нокаутирующий удар, что касается его кардио, то здесь я не могу дать прям четкую оценку в этом аспекте, по той простой причине, что, в принципе, Блахович-то неплохо всегда смотрелся по кардио, но в поединке с Тейшерой он уже очень тяжело дышал после того, как вышел после перерыва между первым и вторым раундом, то есть, жадно глотал воздух, точнее, воздух, говорю, кислород, да, соответственно, было такое ощущение, как будто и морально подавлен, и плюс по функционалу очень сильно замедлился, поэтому сказать, что у него прям идеальное кардио, я не могу, и сказать, что у него плохое кардио тоже нельзя, ну, скажем так, остановимся на среднем. И переходим мы к молодому проспекту, это Александр Ракич, боец, который в качестве профспортсмена дебютировал в 2011 году, в дебютном поединке он проиграл, поскольку был однобоким кикером, ну, там его, в принципе, засабмитили, да, никаких вопросов не оставили, после этого Ракич выдал просто бешеную серию из побед, кстати, обращаясь к его базе, да, это кикбоксинг, он выступал по любителям, выступал по профикам, по профессионалам, у него рекорд 8-1 по кику, ну, и, соответственно, начал выступать в Австралии, да, у себя на родине, в местном промоушене региональном, скажем так, там показывал просто бешеные результаты, огромное количество досрочных побед было, ну, уже, соответственно, да, прилег внимание сильнейшего промоушена мира, как говорится, UFC. В общем-то, встречался в UFC с хорошими парнями, нокаутировал Джинни Мануву, встречался против Кларка Девина, которого также победил досрочно, да, обжегся немножко в поединке с Валканом Аздемиром, но там раздельное решение судей, и вот мне кажется, что, ну, на мой взгляд, Ракич там, в принципе, я, правда, не помню этот поединок, я уже смотрел давно, но, на мой взгляд, Ракич этот поединок проиграл, ребят, потому что он не сделал, скажем так, ровно то, что должен был сделать, соответственно, Аздемир немножко больше сделал для победы, соответственно, раздельное решение, уместно ли оно тут, ну, не знаю, тут уже каждому судить, ну, в общем, были, был ряд ошибок, с которыми, которые, точнее, уже впоследствии Ракич поправил, да, выходя на свои последующие поединки, ну, а так вот это у него, конечно, поражение обидное, причем раздельным решением, ну, конкретно для него. В общем, после этого он побил всех бывших претендентов на чемпионский пояс, встретился против Тиаго Сантоса, там решением его одолел, и был поединок против Энтони Смита, где бой был, ну, практически в одну калитку. Кстати, об этом поединке мы еще поговорим уже непосредственно в самом прогнозе. В общем, что касается его бойцовских качеств, у него коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, видно, да, что его не так легко перевести в партер, у него есть нокаутирующая мощь, очень жестко и очень плотно бьет ногами по всем этажам, в основном это, конечно, лоу-кики, которые принесли ему действительно огромные плоды в поединке против Энтони Смита. Там Смит уже просто не мог стоять на ноге, соответственно, постоянно падал, ракет занимал доминирующую позицию сверху, да, ну и, соответственно, гранденпаундом аккуратненько на очки работал, тем самым забирал тот поединок. Что касается его кардио, ребят, то, ну, глядя на те поединки, на те трехраундовые бои, можно, в принципе, сказать, что каких-то серьезных проблем в этом аспекте у него не наблюдается. Итак, ребят, переходим к прогнозу на этот поединок и давайте посмотрим на котировки букмекерских контор. Здесь у нас Ракич идет андердогом, примерно там 2.30-2.40 коэффициент на его победу, соответственно. Ну, кайфы будут еще падать однозначно, да, в то время как на Блаховича там 1.7-1.8. По большому счету здесь стоит понимать момент, что если вот посмотреть крайний поединок Блаховича, это просто ужасное выступление, просто ужасное, повторюсь. Он сдох после первого раунда, он ментально сломался. То есть вот эти проблемы, они в любом случае, как мне кажется, на подсознательном уровне будут сидеть у человека в голове однозначно. Я сейчас не хочу ни в коем случае списывать, да, и говорить, что Блахович это там боец не топ-уровня. Это однозначно боец топ-уровня, однозначно. Это боец, который может и перевести в партер, боец, который может нокаутировать, боец, который отлично работает на руках, да, у него очень хороший поставленный бокс, однозначно. Здесь никаких вопросов нет. Но то, что было в его крайнем поединке, это просто ужасно. Нельзя сказать, что это заслуга Тейшеры, да, но лично это мое мнение. Нельзя сказать, что там прям Тейшера был выше класса. Нет, здесь вся проблема в том, что то ли недооценил Блахович Тейшеру, то ли ментально как-то сломался, перегорел до боя. В общем, вот эти моменты, мне кажется, они имеют место быть. В общем, поединок Блахович против Ракича должен был состояться, так, январь, февраль, март, в марте этого месяца. Но там была травма шеи у Блаховича, и, соответственно, он снялся с этого поединка. Сейчас он это все залечит. Опять же, вопрос. Когда у тебя травма шеи, да, ну пусть будет даже несерьезно. Это не даст тебе полноценно готовиться к твоему поединку, да. Причем, когда ты выходишь не против, там, какого-то чувака, который, да, поднимается в весе, я имею в виду Адысаню, да, которого можно просто брать и на изи бороть. Нет, Блахович, точнее, не Блахович, а Ракича просто так не поборешь, да, плюс у него физика очень хорошая. Соответственно, я о чем говорил? Я говорю о том, что когда у тебя травма там какая-то, да, она не даст тебе полноценно подготовиться, выкладываться на тренировках на все 100%. Другой вопрос, была ли там травма, да, потому что это тоже сейчас, мы это никак не сможем проверить. Да, возможно, он не смог подготовиться до конца, возможно, были какие-то другие проблемы. Соответственно, сослались вот на такую-то, такую-то травму, потому что я больше чем уверен, что любого бойца, если взять в ММА профессиональном, у любого бойца можно найти кучу травм, но они выходят, дерутся, показывают результаты, да, и те, кто действительно хочет, он добивается высоких результатов. Поэтому, поэтому, исходя из этого и всего, мне здесь предпочтительнее больше нравится Ракич, да, потому что боец-то, в принципе, он не пробитый, это во-первых, да. Во-вторых, надо подчеркнуть, что, как я уже сказал, его грозное оружие это лоу-кики, это мидл-кики, которыми он работает по корпусу, это, конечно же, будет замедлять Блаховича, если эта работа будет навязана, она будет его замедлять. Лоу-кики у Ракича, да, это вообще страшное оружие, то есть, ну, порядка где-то 4-5 лоу-киков он, получается, Смиту закинул, да, таких прям жестких, плотных, там аж такие прям щелчки были конкретные, и все, и Смит сразу же потерялся, да, сразу же, как говорит Майк Тайсон, о плане на бой забываешь, когда пропускаешь один плотный удар, вот примерно так, то же самое здесь и было. То есть, Смит уже, соответственно, был сконцентрирован не на том, чтобы победить, а на том, чтобы защищаться. И отсюда делаем вывод, да, что Ракич, скорее всего, если он понимает, что нужно делать, то, скорее всего, он будет жестко, жестко и акцентированно работать лоу-киками, у него будет 25 минут времени на это, на все дело. Плюс, также стоит подчеркнуть, что у Ракича, в принципе, хорошая защита от ударов, то есть, его, по нему не так легко попасть, он постоянно двигается, смещается, использует латеральные движения, то есть, соответственно, уходит вправо-влево. Также руки у него постоянно на месте, это не тот спортсмен, который будет руки, извините меня за выражение, там, на яйцах держать, да. Поэтому, исходя из всего этого, здесь мне больше нравится Ракич, и здесь вопрос не потому, что я против Блаховича, здесь вопрос потому, что у меня больше вопросов к его ментальному состоянию. Да, и плюс вот эта шея, точнее, травма шеи, да, была ли она, не была, если она была, тогда он не смог полноценно готовиться, да, не смог полноценно подготовиться, выкладываться на тренировках на все, там, 100-200%, неважно. И отсюда я рискну, да, и выберу андердога, считаю, что шансы, ну, где-то, если вот вспомнить того Блаховича, да, там, года полтора-два назад, это действительно очень опасный тип, но что сейчас будет, это под вопросом. Поэтому, как всегда, вы меня знаете, в близких равных боях я иду за андердогом, и здесь я иду на сторону Александра Ракича. В общем, да, друзья, вот такое вот у меня мнение касаемо этого поединка, теперь интересно послушать, что вы думаете, все свои комментарии оставляйте под этим видео, также пишите прогнозы, как вы считаете, кто победит, каким методом победит, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, друзья, у меня на сегодня все, да, я выдачусь с вами попрощаться, всем пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok